Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обнинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Дарья Человекова и Георгий Розываев. Вот о чем мы расскажем сегодня. Калужская область планирует укрепить престиж профессии и открыть современные объекты образования. В Обнинске состоялись лыжные гонки на призы компании Синтекгрупп. Прощай, Масленица! Жители Обнинска приняли участие в проводах зимы. Сегодня губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконференции провел заседание регионального правительства. Участие в работе совещания приняли председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев и главный федеральный инспектор Покалужской области Игорь Князев. Один из вопросов повестки был посвящен проведению в регионе мероприятий года педагога и наставника, объявленного в России указом президента России Владимира Путина. В предваре обсуждений Владислав Шапша акцентировал внимание на том, что в нашем регионе работают свыше 16 тысяч педагогов, и при поддержке главы государства, правительства страны, Министерства просвещения Российской Федерации многое делается для улучшения их труда. Строятся детские сады, школы, более качественным стало техническое оснащение учебного процесса, различные меры поддержки, мотивации педагогов-наставников введены. И, конечно, очень важно сохранять и поднимать престиж профессии педагога, привлекать в отрасли молодых специалистов, укреплять преемственность. Министр образования и науки области Александр Никеев отметил, что в 2023 году отмечается 200-летний юбилей Константина Ушинского, идеи которого легли в основу Российской национальной школы образования. Именно он стал разработчиком первых учебных пособий для обучения родному языку. Министр сообщил, что в рамках года педагога и наставника в нашем регионе организовано издание методических и информационных материалов для педагогов, запланировано проведение профессиональных конкурсов и мастер-классов, мероприятия по развитию наставничества, поддержке молодых педагогов и многое другое. Три крупнейших издательских проекта – книга «Слово-наставники», сборник эсса молодых педагогов, электронный сборник лучших воспитательных практик, классные методики и книга «Уроки жизни» учителя Калужской области, участники Великой Отечественной войны. Важно учитывать, что сейчас педагоги активно используют в обучении цифровые ресурсы и социальные сети. Формируется целое направление педагогической науки, медиа, педагогика, отметил Александр Аникеев. Учителя записывают образовательные видео, создают инфографику, формируют профессиональные сообщества в социальных сетях. В этой связи запланирован целый ряд интернет-проектов, в которых примут участие калужские учителя. В этом году будет изменена структура областных конкурсов профессионального мастерства педагогов. Помимо существующих «Учитель года» и «Воспитатель года» появится новый конкурс «Директор года Калужской области». Особое внимание планируется уделять поддержке наставничества. Калужский государственный институт развития образования в рамках национального проекта образования открыл Центр непрерывного повышения педагогического мастерства, где для наставников проводятся обучающие семинары и курсы повышения квалификации. Сохранятся меры социальной поддержки педагогов. В настоящее время в области действуют пять крупных региональных мер поддержки учителей. Это ежегодные выплаты молодым специалистам, которые выплачиваются в первые три года, и зависят от места работы. Ежегодные выплаты молодым специалистам-педагогам в течение первых трех лет. Помощь молодым педагогам до 35 лет в выплате первоначального взноса ипотеки. Выплата в размере одного миллиона рублей участникам программы «Земский учитель». Многие районы оказывают учителям помощь в найме жилья. Установлена выплата ежемесячной стипендии в размере 23 тысяч рублей молодым учителям, приезжающим из других регионов. Продолжают действовать ежемесячные федеральные выплаты в размере 5 тысяч рублей классным руководителям в школе и кураторам групп в колледжах и техникумах. В этом учебном году в школах области создано 40 психолого-педагогических классов, задача которых – профориентация и помощь в подготовке будущих педагогов. В год педагога и наставника в нашем регионе появятся новые объекты образования, начнут работу современный кампус МГТУ имени Баумана и Федеральный технопарк среднего профессионального образования, а также три новых школы – в Калуге на улице Ермоловской, в Обнинске, в микрорайоне Завражье и в селе Лопатина Тарусского района. В 19 школах пройдут капитальные ремонты. Подводя итог, Владислав Шапшан назвал данное направление работы очень важным и выразил уверенность в том, что задачи, озвученные министром, будут обязательно исполнены. В канун Дня защитника Отечества в городском дворце культуры состоялся патриотический вечер «Нам силу дает наша верность отчизне». Концерт «Подарок» 22 февраля собрал в ГДК полный зал. Среди зрителей были мобилизованные и их семьи. В их адрес звучали особые слова уважения и признательности. В фойе городского дворца культуры играет духовой оркестр любимой мелодии, созвучной настроению зрителей. Открыл официальную часть торжественного вечера капитан первого ранга, начальник учебного центра ВМФ Сергей Пироженко, отметив особое значение праздника в современных условиях. Если в мирное время этот праздник всегда лицетворяли с личным составом вооруженных сил, ветеранами, служащим вооруженных сил, то сегодня, 23 февраля 2023 года, это воистину общенародный праздник. День, когда на защиту Отечества стала вся страна. Действительно, с начала проведения специальной военной операции по деноцификации Украины жители всей России и Обнинска, в частности, проявляют заботу по отношению к военнослужащим, мобилизованным и членам их семей. Глава администрации Татьяна Леонова поблагодарила горожан за активную гражданскую позицию и добрые, отзывчивые сердца. Мы сегодня поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны. Мы сегодня поздравляем тех, кто в свое время служил в Афганистане и в горячих точках. Мы сегодня поздравляем всех военнослужащих и тех ребят, которые находятся на передовой. Наталья Исаева лейтенант медицинской службы. Она 16 лет отслужила в армии, а сегодня ее муж и сын выполняют воинский долг в зоне СВО. Женщина отметила всех и каждого, кто не остается сегодня в стороне, а в меру своих сил помогает нашим защитникам. Они вернутся. Надо верить. Иначе просто жить нельзя. И надо их достойно встретить. Они нам скажут, все не зря. В пользу и случаях я хочу поблагодарить всех простых людей, которые собирают гуманитарную помощь. Это просто большая благодарность, потому что ребята говорят, что там им это все нужно. Дорогие мои, держимся и ждем. Это самое главное. Вся наша страна мобилизовала силы для того, чтобы приблизить общую победу. Кто-то вяжет носки, шьет теплую одежду, другие поставляют продукты питания. Крупные предприятия, организации укрепляют обороноспособность страны. Сила в единстве. Об этом говорили все выступавшие на торжественном вечере. Наш город Обнинск всегда с момента своего рождения вносил весомый, значительный вклад в оборону страны. Тысячи ученых, сотрудников наших предприятий города Обнинска сегодня тоже отмечают этот праздник, День защитников Отечества. Это наш с вами общий праздник всех горожан. Участники патриотического мероприятия почтили минутой молчания память погибших при исполнении воинского долга. Светлая им память. Концертную программу представили артисты разных жанров, которые своими песнями и танцевальными номерами подняли настроение в канун праздника. И воодушевили все, кто верит в скорейшее искоренение зла. Враг будет повержен, вне всякого сомнения. Защитникам Родины придает сил верность отчизне. 23 февраля на лыжероллерной трассе в Обнинске состоялись традиционные соревнования по лыжным гонкам на призы компании «Синтек Групп». В мероприятии приняли участие около 250 спортсменов из разных уголков страны. Внушительный призовой фонд прямо перед стартом был увеличен почти вдвое и превысил отметку в 900 тысяч рублей, что стало рекордом для соревнований. Драйв эмоций от уходящей зимы и о том, кто стал звездным гостем первого наукограда в нашем репортаже с лыжероллерной трассы. Мороз, снег, музыка. Атмосфера для состязаний в праздничный февральский день получилась замечательной. Специальными гостями лыжной гонки стали телеведущий и комментатор ведущей программы «Утро» на канале «Россия-1» Денис Стойков. И российский биатлонист, трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр и один из самых быстрых в мире биатлонистов Максим Чудов. Торжественно открыл соревнования на призы компании «Синтек Групп» министр спорта Калужской области Олег Сердюков. Вмечательная компания «Синтек Групп». Большое спасибо за то, что вы ежегодно организовываете такие соревнования. В этом году постарались, доказали великолепную погоду лыжную. Мы, естественно, взаимодействуем по развитию лыжного спорта. И это соревнование является таким знаковым для нас в календарном плане Калужской области. И мы хотим вместе с «Синтек Групп» сделать так, чтобы с последующего года эта лыжная гонка стала всероссийской и попала в календарный план Министерства спорта. Компания «Синтек Групп» на протяжении нескольких лет безупречно проводит лыжные соревнования и старается сделать все, чтобы спортсменам и гостям Первого Наукограда было комфортно и уютно. Андрей Зыков, президент Федерации лыжных гонок Обнинска, вручил заместителю генерального директора компании «Синтек Групп» депутату Обнинского горсобрания Дмитрию Самбурову благодарственное письмо от Федерации лыжных гонок Российской Федерации за активное участие в развитии лыжного спорта и проведение шестого этапа Кубка России по лыжероллерам летом 2022 года. Сегодня у нас лыжные гонки и этот праздник уже становится всероссийским и юридически и фактически, потому что люди давно к нам приезжают со всей страны и в этом году постараемся добиться того, чтобы это было уже официально признано. У нас в этом году беспрецедентный призовой фонд 900 тысяч рублей, это тоже, конечно, мотивирует наших спортсменов и участников соревнований. Я всех жду на финише, вручаю призы и очень счастлив, потому что и погода, и настроение располагают к этим соревнованиям сегодня. К участию в соревнованиях были допущены спортсмены в возрастных категориях от 2013 до 1940 годов рождения. Подготовка у всех разная, начальный уровень, любительский и профессиональный. Малышам предстояло преодолеть дистанцию в один километр, опытным спортсменам довелось бежать по 20 и 30 километров. Занятие спортом на свежем воздухе – залог здоровья нации. В этом уверен спортсмен со стажем Максим Чудов. Русская ракета мирового биатлона. Сегодня есть возможность насладиться, получить массу впечатлений, получить массу позитива от того, как проходят лыжные гонки. То есть на дистанции, как соперничают маленькие детишки, маленькие спортсмены, начинающие, у которых вся жизнь впереди спортивная. Поэтому это очень круто. Для участников мероприятия и болельщиков было подготовлено угощение. Можно было согреться горячим чаем и подкрепиться. Организация лыжных соревнований при участии таких партнеров, как Синтекгрупп, всегда на высшем уровне. В плане массовости я вижу, что людей прибывает. 11 возрастных групп, много разных дистанций, по-моему, 7 разных дистанций. Поэтому тут вообще придраться не к чему. Самые положительные эмоции от организации и от желания, что важно людей, прийти и пробежать на лыжах. Победители в каждой возрастной группе получили из рук русской ракеты мирового биатлона Максима Чудова внушительные денежные призовые, грамоты и медали. Приятно было видеть людей, заряженных на победу. Бодрость, выносливость, позитивный настрой – это результат регулярных занятий спортом. А зимой лыжные гонки – один из самых массовых видов полезного досуга в Обнинске и Калужском регионе. Поэтому, как сказал известный телеведущий программы «Утро России» Денис Стойков, мажем лыжи, точим палки и добро пожаловать на лыжню. Кристина Забожко, Елена Филина и Сергей Мокрецов. Обнинск ТВ. Минувшие праздничные выходные в Первом Наукограде прошли насыщенно, поскольку отметили не только День защитника Отечества, но и одно из массовых торжеств – Широкую Масленицу. О том, как в Обнинске проводили зиму, расскажем в следующем сюжете. Масленица считается одним из старинных русских народных праздников. По традиции, в Масленичную неделю провожают холодную зиму и встречают красавицу весну. Праздник через века дошел до наших дней и, стоит отметить, продолжает оставаться любимым многими в нашей стране. И, конечно, не обходится без различных массовых мероприятий. В Обнинске в минувшие выходные жители тоже провожали зиму торжественно. Так, 25 февраля в городском парке прошел День русских игр, который приурочен к празднованию Масленицы. Дорогие друзья, ну, во-первых, хочется поздравить всех с замечательным праздником, как народный праздник «Русская Широкая Масленица», который мы проводим традиционно уже на протяжении 10 лет в городском парке. Потому что это, ну, скажем так, значимое событие для нашего города и для нас, для сотрудников городского парка. Широкая Масленица, реально широкий праздник, когда много гуляний, когда много угощений, много разных конкурсов народных, творческих, ярких, для того, чтобы, ну, как-то поднять немножко дух людей в наше сложное время. Масленица – это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника традиционно были чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гуляние и, конечно же, блины. А забав для жителей Первого Наукограда, стоит отметить, в городском парке было подготовлено немало. В этом году немножко сжатый формат. У нас нет потешного столба и нету сжигания чучела Масленицы. Но зато мы заменили эти, ну, равносильные конкурсы на тоже яркие, красивые, силовые конкурсы. Традиционный конкурс – перетягивание каната. Традиционный конкурс – это держать блины в руках, это поднятие замечательной штанги, перетягивание машины, закинуть валенок, побиться подушками на поле битвы, походить на лыжах, покататься не в санях, а в тазах. Ну и много всяческих забав, которые, ну, традиционно мы используем в нашем празднике. День русских игр пришелся по вкусу обнинцам. Городской парк собрал на торжестве немало семей с детворой. И родители, и юные жители Наукограда в минувшую субботу состязались в народных забавах, а подбадривали всех задорные скоморохи вместе с барыней. Хочу сказать, что это самый яркий праздник в зимнее время года, когда мы провожаем зиму, встречаем весну. И, конечно же, горожан не только обнинцев, но и гостей города Обницка достаточно много. У нас много коллективов, которые приехали к нам из района. Это из Малорославца, из Балабанова, из Боровска. Поэтому, ну, что говорить, у нас районная масленица. А после больших массовых гуляний те, кто отличился в играх и забавах, получили свои призы. Кристина Забожко, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн ВКонтакте, Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы новости, которая выходит по будням в 19 часов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин